итак сегодня у нас тема хореографии и сначала я расскажу о важности почему это так нужно ценно каждый гимнастки и что мы этим самым отрабатываем и потом у нас будет практика то есть мы прямо сделаем полноценный урок хореографии я покажу и расскажу как можно каждое движение хореографии перенести на элементы и успешно с ними справиться сегодня нам будут помогать девочки мастер-группы помашите ручкой вот когда-то я так проводила тренировки со сборной азбекистана и прямые эфиры вела в инстаграме и все работали с нами вот теперь девочки мастер-группы вместе сборной команды узбекистана будет демонстрировать задание чтобы я видела как они справляются чтобы правильно давать замечания и следить за тем как будут это все исполнить окей все и начнем с того что вообще зачем хореография и она нужна лично я когда занималась я ее любила очень сильно мне нравилось вот знаете вот это затянутость ног это вывратность я прям ощущала себя на ногах очень хорошо мне нравилось работать с такими затянутыми ногами прям кайфовать что я могу то резко сделать мах какой-то в точку то плавно на каком-то движении согнуть и разогнуть ноги мне нравилось что меня хвалили хореографы мне нравилось что мне нравилось что мне начинали получаться элементы после уроков хореографии и не нравится долго длится вот он скорее графия длилась реально три часа представляете три часа до хореографии это конечно очень успешное действие потому что за это время муствовали и у станка поработать и на середине прыжки попрыгать это все развивает хореография и классно если бы каждая гимнастка имела возможность три часа заниматься хореографии но к сожалению у нас не каждый тренер так можете позволить и не все условия зале у нас позволяет это сделать вот поэтому лучше всего это каждый день по чуть-чуть по 30 минут в качестве разминки или час разминки знаете чем чаще хореография тем лучше ноги и стопы потому что хореография она тренирует красивую стопу красивую ногу и вот это вот стремление гимнастки сделать сразу красиво когда вы делаете соревновательную позицию вы же не думаете натянула я стопу или не натянула она тянется автоматически почему потому что до этого прямо проработали это на хореографии когда вы делаете шаг на разбег на прыжок например вы не думаете что мне надо развернуть ногу шагнуть пяточкой вперед потому что это проработали на хореографии а если вы не разворачиваете работаете с пятки шагаете как просто люди в кроссовках то сразу видно что гимнастка не дорабатывает что это ошибка поэтому чем чаще хореография у гимнастов тем лучше также знаете вот ходит у нас такое среди тренеров негласное скажем согласие с тем что если у тренера в команде есть сильный хореограф то гимнастки хорошо подготовлены понимаете то есть задача хореографа научить гимнасток делать элементы задача хореографа научить гимнастку стоять на ногах много вращать высоко прыгать держать осанку работать при этом руками контролировать ноги руки тела плечи танцевать улыбаться поворачивать голову при этом делать красивые движения и реально вот хореограф гимнастики делает прям много если он классный хороший половину работы с тренера снимает я пришла к когда в команду узбекистана я начала работать у нас был хореограф команде и я говорила у нас раздел был отдельный прям работа по элементам и мне хореограф говорит ну зачем вы работаете по элементам это моя задача я буду работать с девочками над элементами и я думаю вау как здорово это хореограф который работает в связке с тренером и знает художе на гимнастику знает какие элементы нам нужны знает какие подводящие упражнения надо сделать у опоры на середине чтобы гимнастка вышла взяла предмет и начала работать классно элементы упражнения а тренер уже как композитор постановщик режиссер проверять соревновательную программу и не думает над тем чтобы поставить гимнастку на ноги сделать ей классные элементы у кого нет хореографа эта задача ложится на плечи прям тренером и тренер базовая основа прямо должен знать хореографии и каждый в качестве разминки добавлять тренировку вот когда у нас не было хореографа со сборной команды узбекистана такие моменты тогда я брала на себя роль хореографа и проводила хореографии потому что я знаю что это необходимо когда была пандемия мы с девочками работали над хореографией у нас естественно не было хореографа и я побила ее сама так знаете после этого урока я прям уходила я чувствовала что прям летаю над ковром и успешное действие было делать ее без опоры потому что когда есть опора есть желание соблазна прямо на эту опору повиснуть и расслабить пол тела когда нет палки опоры тогда уже напрягаются дополнительные мышцы которые задерживают тело в вертикальном положении да если вы слишком маленький и вам тяжело стоять без опоры то конечно вам понадобится и палка для базовых движений чтобы вы выучили освоили вот к нам на школу гимнастику приходят девочки которые вообще в своих школах клубах не учили хореографию не делали ни одного движения как камила например да то есть все движения хореографии которые она знает она учила у нас из уроков и этот раздел обязательно включен в нашу программу потому что считаю это просто ну необходимым для гимнасток это как вот проснулась выпила воду почистила организм завела его также и хореография сделала разминку для стоп выворкность работу над мышцами завела тело пошла успешно делать элементы и проблем с хореографии у нас существуют гимнастики поэтому даже если нет хореографии вас в клубах вы всегда можете воспользоваться видео уроками или дополнительными услугами каких-то хореографов на индивидуальных тренировках так вот после наших как бы уроков у камилы был успех потому что она просто с радостью выучила все эти движения начала уверенно работать делать их потом когда уже пришел к ним хореограф то он начал его полить потому что она понимает много то же самое произошло с дариной которая в америке тренируется на них вообще там не было хореографии и когда они после школы гимнасток базового уровня взяли уроки хореографии просто у другого хореографа не связанного с художественной гимнастикой то опять же она там выделялась и все плакали ничего не понимали она была уже подготовлена поэтому хочу вам сейчас объяснить пользу многие гимнастки вообще не любят хореографию и считают ее неважной я тоже так ее считала ну как бы она напрягала честно мне нравилось ее делать но она напрягала ей была бы возможность не стоять у станка я бы не стояла вот честно я бы просто бросала делала бы свое соревновательное упражнение но когда уже пошла в институт и нам объяснили деталью нюанс каждого движения я выучила вау мне стало это настолько приятно преподавать даже не столько делать да сколько успехи у гимнасток что сегодня мы решили вот провести такой интенсив чтобы и у вас тоже было понимание что хореография это вещь нужная полезная и пригодится каждой гимнастке двухминутная готовность я вам предлагаю сейчас переместиться в зал и чуть-чуть размять топы чтобы успешно справиться со всеми упражнениями хорошо а если у вас какие то вопросы остаются то под этим прямым эфиром пишите задавайте все перемещаемся нет чтобы я тренера видела ладно что-то куда-то наделась да наделась чтобы мы передвинуть значит и и и и и и и и ну что здесь вы взяли вот даже вот ученица мастер-группы сейчас что у нас тоже нет хореографии никогда и не было и я знала только что такое ролевые все но сейчас уже много молодец на сет прям победа давайте договоримся звук не включаем камеру не включаем хорошо спасибо ну что мои дорогие мы начинаем и передо мной девочки вы знаете на которых я ориентирую смотрю и они работают вместе со мной и вы тоже работаете вместе со мной и так встаем и начинаем упражнение без опор кому сложно кто-то маленький еще можно взять стул спинку стула чтобы придерживаться и чтобы все получилось первое движение это ролевые ролевые это подъем на носки стараемся подняться на самый высокий каблук который есть у мамы ваши или у вас может быть туфли есть может вы мечтаете о них что здесь важно смотрите переносим вес тела вперед на пальцы и поднимаем пятки стоим успешно опускаем поднимаем пятки опускаем отлично дальше осанка поднимаем плечи отводим их назад опускаем прекрасно и поднимаем руки в стороны а плечи опускаем молодцы первая позиция рук руки согнуты напротив пупка продолжаем делать ролевые мы встаем сейчас по шестой позиции пятки вместе это задание подъем опускаем носки дает нам силу мышц ног которая поможет потом делать прыжки отталкивания и так далее сдержанно поднимаемся мышц опускаемся не переступаем плечи ушли назад вам хочется идти назад плеч вперед вам хочется идти вперед замечательно встаем в первую позицию первая позиция это пятки в пол чтобы развернуть ноги вместе вместе носки в рот прямо разворачиваем ноги хорошо супер руки в третий раз и поднимаем руки в третью позицию третья позиция это круглая рука между пальцами три сантиметра плечи сильно опущены голова напряженная так скажем тянется макушка вверх рукам делаем ролевые подъемы носки пятки в пол чтобы развернуть ноги по первой позиции да здесь нужно зажать зад и зажимаем зад сильно вытягиваем колени чтобы между ног не было замечательно поднимаемся высоко и высоко молодцы опускаем руки во вторую позицию и здесь у нас слегка так же согнутая рука да есть опущена но в художественной гимнастики редко используется прямо шкореографическая рука чаще прямая поэтому мы на середине можем позволить себе выснуть руки первая позиция и открываем во вторую выснуть и здесь мы тренируем кисти да не просто расслабленные а прямые это будет наша особенность художественной гимнастики по сравнению сзади делаем следующее движение деми плие деми потому что маленькая плие это приседание плавное нежное движение тут начинаем контролировать руки смотрите вот это elevatorная позиции первая позиция приселе колени соединили руки во вторую открыли колени соединили и раз и два когда мы делаем деми плие у нас лопатки тянутся вниз лопатки тянем вниз делом мышечное движение и два. И когда вытягиваем ноги, колени остаются в стороны, в стороны, в стороны, в стороны. Да, вообще хореография это развитие выворотности у гимнасток. Поэтому каждое движение стараемся сделать максимально выворотное. Делаем реле, опустили пятки, сдержанно мышцами, не переступаясь, сразу выворотно в первую позицию. Деми, плее, плечи вниз. Повторяем, колени затянули и зажали сильно мышцы. Реле, ве, деми. Через первую позицию руки сразу подключили. Хорошо. Следующее движение гранд плее, это большое приседание. Гранд, мы ниже садимся, но не расслабляем мышцы. Колени в сторону. Все движение у нас идет абсолютно на мышцах. Вот кто сел на пятки вот так, тот с ошибкой сделал движение. Реле, ве, гранд плее. Дошли до деми, плее. Пятки на полу, руки в благодарительную позицию. Идем ниже. Слегка пятки поднимаются, но тянутся к полу все еще. Поднимаемся наверх, руки в третью позицию. И выходим на реле, ве. Руки в третью позицию. Где руки? Руки не согнуты, руки не разведены, руки соединены. Пятки высоко. Опустились. Замечательно. Чтобы повысить пятки, мы сделаем деми, плее на полупальцах, чтобы еще выше понять пятки. И раз, руки в третью. Реле, ве. Реле по хореографии это вставить на полупальцах. Плее. Пятки повысили. Замечательно. Пятки поставили на пол. Деми, плее. Руки в вторую позицию и затянули колени. Хорошо. Это движение для приземления после прыжков. Вот сделали сейчас прыжок. Он называется соте. Затянуть колени, вытянуть пальцы в пол. И смотрите, какая задача. Не вниз задача приземлиться, а выдолкнуться вверх. И когда вы выталкиваетесь, прямо тянем пальцы и собираем ноги. Смотрите. Оп, приземлились. И оп, прыгаю, приземлились. И еще ближе ноги. Вот это дистанция. Их нужно раскрывать. И раз затянули. Прямо соединили пляжки, да? Внутренняя часть бедра. Круто. Открываем руки в сторону. Следующее движение. Баман Тандю. Это движение по пыль, скольжение по полу. Пятка выворкнула. Зад зажат. Вот очень важно на каждом движении зажимать зад. Пальцами приставляем. Пока в первую работаем, да? Вперед. Руки просто в сторону. В сторону. Через реле В. И через реле В привели. Затянулись наверх. Назад. Открываем пальцами. Затягиваем стопу сильно. И вся стопа приводится к ноге. Умнички. Деми плие. Сели руки в первую, чтобы ноги расслабились. И вывызнулись. Слева ноги также. Пятка вперед выходит через полупальчик. Затянули. Раз. И колени зажали. Два. В сторону. Три. Удлините руки, пожалуйста. Вот просто их удлините до кончика пальцев. Не сгибайте сейчас. И четыре. Да, вот это будет особенность гимнастики. Назад. Пять. Зад зажать. Ногу мы не отводим попой. Мы зад сжимаем и отводим ногу мышцовой ноги. Не прогибаемся. Привели шесть. Деми плие семь. Восемь. Хорошо. Батман Тандю. Да, это хореографическое название вот этого движения ноги. Батман Тандю. Это очень важно, потому что здесь мы должны зажать стопу сильно. Мы начинаем шоссе с этой ноги. Мы начинаем поворот. Давайте все виды разберем. Мы начинаем равновесие. Поехали. Простой базовый равновесие на 90. Делаем, смотрите. Батман Тандю. Раз. Два. Три. Равновесие. Приставили. Батман Тандю. Раз. Два. Три. И превращенный поворот. Раз. Два. Три. Например. Концы шмак. Понятно? И проверили, что это движение очень важное для нас. Руки откроем. Раз. И два. И зад зажали. Раз. Приставила. И два. На сильной прямой ноге. И три. Встаю. Четыре. Поднимаю ногу. Выворотно на 90 градусов. Пять. Кто постарше на пол палец. Шесть. В левой руке. В третью. Выворотно. Не от Алина. Не от Даши. Еще. Семь. Приставили. Ага. Еще сильнее. Пятку вот так. Внутрь. Повернули. Повернули руками. Руками наклонились. Давай, давай, давай. Повернули пятку. Прекрасно. Теперь сохранили пятку внутрь. Сохранили. И теперь поднимаем пятку внутрь ногу. Раз. Внутрь. Еще сильнее. Чтобы я каранда... Этот стакан поставили вот сюда на пятку. И он тут держался. На вывертной ноге. За бедру и боскву не выставлять. Наоборот в себя. Угу. Опустили. Четыре. Хорошо. И раз. Подмотаем в той же ногу. Два. И три. И выпад сели. Четыре. Плеси опустили. Уборот в тихо. Пять. Шесть. Затянули. Семь. Прекрасно. Восемь. Батман отойдет. Раз. Колени затянуты. Два. Три. Зафиксировали. Четыре. Танцевальный шаг пошли. Пять. И шесть. Семь. Все. Другой ноги. Руки открыли. Раз. И два. Дотянули кисть. Просто вытянуть руки. Тренируй прямую ручность. И пятка внутрь. Раз. Зад зажми. Колени вытяни. Два. И три. Стоять. Четыре. Живот в себя. Выложь на ногу. Поднимем. Пять. Шесть. Девяносто. Семь. Общили. Восемь. И раз. Пятка внутрь. Два. Плечи вниз. Спина вообще не подвижна. Одна нога. Три. Четыре. Пять. Пятку подвернули. Зад зажали. Поворот. Шесть. Семь. Готовы. Восемь. И живот втянуло. Раз. Два. Три. Затянуло стопу. Ноги. Четыре. Проверьте. И танцевальный шаг. Пять. Шесть. Семь. И потянулось. Закрыли. Восемь. Молодцы. Теперь. Пятая позиция. Пятая. Это когда сзади нога за переднюю зашла. Назад в вывордном положении. Раз. Да. И у нас вот так. Пальцы напротив пятки. Пятки напротив пальцев. Между ног. Треугольник. Смотрите. Треугольник. То есть внизу. Вот здесь. Внизу должен быть треугольник. Тогда позиция правильная. Даша правильная. Алина неправильная. Маша правильная. Завести ножку за ножку. Хорошо. Завели. Присели. Вывертанные ноги. И затягнули колени. Да. И следующее движение. Батман Тандюш ЖТ. ЖТ это бросок. Это мое самое любимое. Ну, одно из самых любимых. Хореографии движений. Это нога вылетает на 45 градусов. Она вылетает и фиксируется. Она не мажет вот так. Не мажет. Она фиксируется. Потом. Натянутые пальцы опускаются к полу. И нога приставляется. Раз. Понятно? Давайте попробуем в сторону. В сторону нога проходит через первую позицию. Открывается. И через первую. В пятую. Закрывается. Да. Зажат. Без опоры. Да. Мы стоим. Без опоры. Еще плотнее позиция. Я поставлю здесь тоже. Рекординг и прогресс. Так. Все. Поехали. В сторону делаем. ЖТ. Проверяем в сторону. Когда нога в сторону, пятка в пол. Раз. Луки в третью. Позицию два. Плечи опущены. ЖТ. И. Раз. Через первую закрыть. Два. Три. Через первую закрыть. Четыре. Пять. Плечи вниз. Стопа. Пальцы на пол. Шесть. Перешли через вторую позицию. Си. И. Вытянули ножку. Восемь. Руки в третью. И все другой ногой. Раз. И меняем позицию. Сзади закрыть. Раз. Пречи вниз. Спереди закрыть. Раз. И. Два. И. Три. Закрыть. Четыре. Прекрасно. А теперь сделали. Смотрите как. Раз. И. Два. И. Отсюда. Сразу. Девяносто. Девяносто. Сразу. Мах. Сразу. Мах. И. Сразу же. Навесие. Фуэтэ. Три. Мах. Ну. Сторва. Вперед. И. Напас. Вот. Такая связка. И. Вы. Проверите. Что. Движение. Батман. Дандю. Дает. Вам. Возможность. Сделать. Мах. Трямой. Затянутой. Ногой. То есть. Если. Ты. Батман. Дандю. До этого. Не отработал. То. Отсюда. Провести ногу через Батман. Дандю. Мах. Батман. Дандю. Житер. Понятно? Вот для этого мы это и тренируем их хореографию. И. Раз. Два. На сорок пять два раза. И. Раз. Спина не подвижна. Одна нога летает. Два. Девяносто три. В точку. Четыре. За плечом. Пять. И. Шесть. Не болтаться. И. Семь. И. Стоять. Восемь. Зад зажать. Другая нога сразу. Раз. Открыли руки в сторону. Два. В точку. Раз. К полу. Закрыл. Раз. К полу. Закрыл. Девяносто. Раз. Плечи на месте. Никто не наклоняется. Не болтается. Мах. Пять. И. За плечо. Шесть. Через Батман. Дандю. И. Семь. Фульте. И. Потянулась. Стоять. Выросли. И. Восемь. Молодцы. Вы поняли, да? Что это движение у нас очень важно. И через это движение. Батман. Дюжи. Тэ. Мы идем и на поворот. Мы идем и на шоссе. И. И. Вот. Именно. Выбрасывать ногу прямую. Успевать натягивать пальцы. Очень-очень важно. Мы сейчас не проходим во всех направлениях. Но. Я основную идею вам передаю, чтобы вы понимали, как делать каждое движение. Следующее движение. Ронг на бой по полу. Ронг на жан-портер. Выполняйте с первой позиции. Ручки подготовительные. Присели. Раз. Доми-плее. Выводим ногу вперед. Два. Пятка выворкнут. Вывод на пятку. Стопа на большой пальчик. Пятка внутрь. Алина. Еще сильнее. Вот. Бедра держим ровно. Вот ваша задача. Хореография. Выровнять бедра. Выровнять плечи. Вот так. Вот так. Смотрите. Оп. Все. Это неправильно. Косолапая нога. Вот так. Вкрутили. Это правильно. Но колени не пережимать. Колено остается в сторону. То есть задача прямо «двенно—генно-генно развернуть максимальный силen». Еще сильнее. Давайте. И «три» вытянули ногу «четыре». Руки вытянули. И круг ногой по полу. Назад завели. Первая позиция вперед. Назад. Первая позиция вперед. Назад. Первая позиция вперед. В сторону. Пятка, пол. Назад пятка выворкнутая. Первая позиция вперед. То же самое на 45, вместе с руками, поднимаем ногу вперед, таз, пятка в пол, выворотная, два руки в стороны вместе с ногой, нога назад, три, выворотная, вот у меня и годится болит, у кого болит и годится, тот молодец. В пол, приставили, задача не понижать ногу, а наоборот повышать, сейчас начинаем 45, заканчиваем 90, и раз, зад зажали, 45, выворотная, ведем ронд, повысили 90, руки растянули, стоять, не прогибаться, нога за себя, не в стороне, приставили, раз, молодцы. Другая нога, плие, вперед, пятка, сразу вышла, без батмана дойдем, активно ноги затянули и открыли сторону, пауза, пятка в пол, еще сильнее, еще, недостаточно, да, два колена прямые, дальше, руки прямые, потому что у вас локти уходят вниз, вы снили руду, Даша, да, спасибо, и раз по полу, два, задача вот так, не опираться на ногу в каждом, движении, стоять на одной, а рон делать другой, зажать зад, опустить плечи, держать осаду, супер, молодцы, и на 45, раз, руки в первую, два, развернули пятку, хорошо, сильно, сильно, уже на 45 подъявили, еще пятка внутрь, внутренние мышцы держат, ногу и болят, и вот от этого движения идет заднее равновесие, понимаете, да, вот она основа, стоять с выборной ногой, на прямой ноге, вторая нога идеально прямая, выбор, три, руки вытянули, вдох, опустили, закрыли, можно добавить голову и смотреть в кисть, раз, 45, сейчас поднимаем назад на 90, и два, раскрыли руки, оставили выбор на ногу, и ошибка сразу, смотрите, раз, таз вперед, и тазом я веду ногу, вот это очень большая ошибка, которая у большинства гимнастов, даже у самых хороших, да, кто уже хорошо выступает, выигрывает медали, но это ошибку делается, что надо, пятку вывернуть вот так, и вести ножку пяткой вывернуть, так-так-так-так-так, ножку заводим назад, а пятка вывернула, вот это будет правильно, попробуйте, плечи вниз, раз, плея, давай с первого, пятка вперед, два, три, подняла на 90, вывернула, и открываю ногу, 90, 90, выше, 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 Маша, давай, 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 раз, руки затянули, давай, держи, держи, вывернула, молодец, пасе, колено сразу в сторону, да, еще одна ошибка, сейчас сделаем, вот отсюда, памп, пасе, нет, если колено в сторону на пасе, колено сразу же остается, больно, а подводится, понятно, поехали, с рондах, и раз, два, 90, сразу, раз, раз, 90, 90, 90, 90, ронда, чтобы поп заболела уже, и пасе, колено сразу в сторону подвели, три, руки встретим, и здесь опираться на ногу нельзя, так, пальцы нельзя, нельзя подворачивать, дальше нельзя подворачивать, мышцами чуть-чуть, пальцы косо ноги, покажи мне, как они касаются, покажи, покажи, супер, поднимаемся на пол, память, пять, шесть, опустились на всю стопу, руки в сторону, вот, отсюда колено открывает ногу, назад, раз, затянула, умнички, плечи вниз, руки идеально прямые, пятка в нодр уже пошла, бок в себя, плечи вниз, не болтаются, руки на месте замри, пасе, пять раз, колено в сторону, шесть, не опирайся на ногу, полупальчик, семь, опустилась, теперь колено в стороне, ногу вывела вперед, пяточкой, и опустила, закрыла, молодцы, другая нога, раз, два, с руками подняла ногу сразу, девяносто, три, плечи вниз, разворачивай пятку, на прямой ноге уже стоим, колено внизу прямой, раз, два, три, пятка в пол, в пол, в пол, руки затяни, четыре, пасе, колено в сторону, пять, плечи сразу вниз, особенно противоположно, шесть, руки в третью, полупальчик, семь, не опираться, не опираться на ногу, опустились, восемь, и раз, вперед, пятка внутрь, два, три, четыре, еще разочек, пасе, плечи вниз, пять, шесть, полупальчик, семь, не опираемся на ножку, и приставили, восемь, раз, зажали, два. Это у нас прям нету такого в программе ронда, ни туда, ни обратно, да, но это очень здорово помогает разворачивать бедра и чувствовать прям выворотность, вот именно ронды, ронды вот эти, мне они очень нравятся, это является подводящим упражнением к элементам. Например, сейчас делаем, пасе, вперед с руками, ронды, вытянули руки, повысили ногу, ушли в панше, встали, руки в третью, полупальчик, сарабе сдержали, повысили, вперед, подставили, и все, другая нога. И вот этот ронды, он как раз будет нам помогать и развернуть ноги, и удержать равновесие, и отработать хорошо мышцы. Готово? Сзади, по хореографии нога приставляется вперед, поэтому с равновесия сзади, ногу будем ставить вперед, и спресс на полокон, для того, чтобы поменять положение ноги. Начинаем с пятой. И плие, раз, плие, это маленькое приседание, колени в сторону. Два, вывели ножку, да, вытянули колено, три, а нет, мы из пассе начинали, еще роночку. И раз, пальцы раз натянула сразу, пассе два, руки в первую, не опираемся. Где руки? Руки согни, не надо вот так руки держать прямыми, это ошибка. Руки должны быть согнуты, плечи опущены. Пятка вперед, раз, руки вытянули два, вот это медленное движение, на прямой ноге стоять. Ронт, раз, руки вытянуть, два, повысили ногу, три, ушли в панше, четыре, руки точно в сторону, грудь наверх, пять, плечи вниз, руки в третью, шесть. Полупарец, опорная пятка вперед подворачивается, семь, колени зажать, стоять, 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 много выше. Девочки, ну у меня выше, чем у вас нога, ну что, поднимайся, ногу, пятку подними, вперед подставила, и сутыню, сутыню, это такой скрестный поворотик. Смена ног, присели, чтобы ноги расслабить, восемь, пятки выше поднимаем на равновесие. И пассе, раз, плечи вниз, два, колено сразу в сторону, неправильно, еще раз. Если у нас пассе идет вот так, колено вперед, плоток в конце в сторону, это ошибка задачи сразу в сторону поднять. Памс, памс, сильнее, сильнее отводим колено, за плечо. Еще раз, и, давай, 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 раз, колено за плечо, два, пяточкой вперед, три, пятка вывели. Пяткой, 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 а не коленом, еще раз. Да, и тут мы прям добиваемся, 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 выборхнувшись, прям сопротивляйтесь, легко вот так вытянуть, легко, сложно, пятка, сложно, делаем так сложно, тренируем мышцы, развиваем мышцы. Давай, пятая позиция у нас, и вдох руками, раз, пальцы, натянула, два, мышцы, колено в сторону, три, пятка вперед, колено оставить, 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 с руками. Алина, неправильно, переделать, все остальные пошли, 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 пять, ронд, шесть, пятку выводи вперед, да, лучше. Повысила ногу, семь, панше, ставим руки в стороны, колени, затяни, 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 к ноге спинку поднять, раз, руки в третью, два, плечи вниз. Левая пятка выше, максимально высоте полупалец, вот, вперед поставили, четыре, не опускаться на пятку, зад зажать, и поворот, пять, ног, шесть, семь, плие, восемь, плечи раскрыть в конце движения. Да, смотрите, какая особенность, чем я больше поднимаю ногу спиной, пройк пробнутый, вот такой, да, прогнула спину, подняла ногу, держать удобно. Я пятку не подниму, потому что у меня плечи на пятке, поэтому спинку надо держать прямо, ногу поднимать ягодицами, видите, тогда пятка взлетает высоко. Попробовали, пятая позиция, плие, скоп на ролевую, зад зажали, руки вытянули, поднимаем ногу назад, через бакман тенджи на полупальчики, раз, руки растянуты в сторону, пятка вперед, не снижая пятку, не прогибаясь, два, три, вперед закрыли, четыре. Да, вот кто чувствует, да, кто чувствует, спину назад наклонила, пятка упала, вот она ошибка, не натренирована. Еще раз, другая нога, и плие, раз, руки в сторону, и два. Вес тела на переднюю ногу перенесли, бакман тенджи не опираясь, на ногу назад. Поднимаем медленно, смотрим перед собой, голову не опускать, вперед закрыли, раз, и сутанем, два. Хорошо, молодцы. Теперь делаем следующее движение. Следующее движение называется фундю. Это тоже очень классное упражнение. В чем приколок? Две ноги сгибаются, две ноги выпрямляются. Только одна нога идет на худе-пье. Худе-пье – это когда вот одна нога сгибается у вот этой щелки, у косточки второй ноги. Либо спереди, либо сзади. Пятка сзади, в стопе птичка такая. Да, панс. Или сюда, худе-пье, панс. И отсюда она выпрямляется. Назад, в сторону или вперед. Это классное упражнение для сил ног, классное упражнение для ваших прыжков, классное упражнение для ваших поворотов, потому что каждый раз нужно присесть, потом повернуться. Если вы не умеете садиться, если вы делаете вот так, то вы не сможете сделать жим перед поворотом. Давайте сделаем это движение сразу на шагах. Смотрите, мы делаем фундю вперед, опускаем ногу на носок, делаем шаг. Раз, фундю вперед, делаем шаг. Каждый раз управляем ногу, колено, стараемся открыть, оставить в сторону и открыть пяткой, как проходили уже. Да, после этого третья остановочка и турлян. Турлян – это медленный поворот вокруг себя, он появляется под водящим к повороту. Во время турлян ни в коем случае не поворачиваемся за счет ягодиц, ягодицы зажаты. Нас ведет внутренняя часть ноги, пятка и маленькие поворотики на носке. Это будет под водящим не только поворотом с ногой вперед до 90, это будет под водящим к заднему повороту. Поэтому перед тем, как делать заднее, обязательно сделайте этот турлян. И он отрабатывается на хореографии. Готовы? Пятая позиция. И раз. И открыли два. Руки постоянно работают. Поехали. Раз. Выводим ногу. Два. Три пятка. Выворотно вниз к полу. И развернулись, шагнули прям на нее. Вдох. Руками. Раз. А, буду петь спереди. И пятка спереди уже. И пятка вывела. Два. Выворотно. Три к полу опустила. Шагнула. И раз. И два. Остановочка. Пятка, 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 пятка. Веди. И турлянчик. Три пятка ведет. Нас заводит, заводит, заводит. Девяносто. Девяносто. Это у меня на полу. У вас девяносто. Да. И пятую закрыли. Назад. Поехали. И раз. Ниже присесть. Вот здесь уголок. Между телом и ногой уголок. Проверяйте. Смотрите на себя в зеркало. Коленом открывая. Выше сразу. Два. Три. Руки вытяни. Вытяни локти. Красиво. Молодцы. Перешли. Супер. Умнички. И сзади кудепье. Раз. В подготовительной позиции рук. Руки контролируются. И коленом, коленом, коленом. Открывай. Чувствуй. Ягодицы чувствовали. Ничего не чувствуешь. Три. Четыре. Раз. И коленом в сторону. Открываешь. Ногу выше. Два. Вот. Лучше. Молодцы. Рука вперед. Три плечи вниз. И пошел туда. Три. Четыре. Лопатку опустить. Противоположная рука вперед. Если вы не заметили. Да? Я не объясняла, но показала. Вот. Повысили. Раз. И с другой ноги поехали. И раз. Пятка вперед. Фундер вперед. Два. Можно сразу на девяносто. Кому посложнее. И три. На девяносто. Четыре. Живот в себя. Спина ровно. И пять. Сразу сзади. Худупец. Спереди. Давай, 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 давай. И пяткой вывели. Шесть. Замри. Живот в себя ровно. Бедра. Плечи. Выбортные пяточки. Семь. Плечи. Закрыла спереди. Восемь. Затянулась. Когда закрываешь, ни в коем случае не сгибать ноги. И затянулась наверх. И другая нога назад. Раз. Колено в сторону. Сразу девяносто. Два. Руки вытянули. Присыпустил. Сад сжалом прогибайся. И три. Четыре. Руки растянула. И пять. И нога назад. Шесть. Противоположная рука вперед. Плечи вниз. И пять. И вперед подворачиваем. Швы попормлены в стаку. Лопатки правой закручиваем себя. И в пятую. Закрываем. Выдох. Выдох. Да. Таким образом. Турлиан-Варабенск. Это наш подводящий к повороту панши. К заднему равновесию. А теперь на носки ставим. Насколько у нас упражнение на носках. Мы будем делать с вами следующее движение. Мах. Мах. На сорок пять. На сто восемьдесят. Только уже из пятой позиции. И здесь мы прорабатываем выгодность. Пятку вперед выводим. И пятку вперед бросаем. И здесь смотрите. Если вы попадаете назад. Или к ноге вперед. То вы будете падать. Поэтому спину держим ровно. И делаем мах ногой. Если вы чувствуете, что не получается, шатаетесь, падаете, сходите с ноги, опуститесь на всю стопу или возьмитесь за палку. Делаем вперед, в сторону назад. Приготовились. И раз. Зад зажали. И руки в сторону. Два. Растянули. ЖТ. Раз. Пятка вперед. Два. Затянулись. Мах. Три. Живот в себя. Раз. Два. Мах. Три. Четыре. В сторону. И раз. ЖТ. Пятка в пол. Выворкнулись на пятницу. Мах. Три. Четыре. Раз. Два. Мах. Три. Назад. Закрыть. Позиции менять. Назад. Сорок. Пять. Живот в себя. Не прогибаться. Мах. Выворкнули. Нога сзади подставили. Раз. Два. И три. И вперед подставили. Четыре. Раз. Приняем. Скочили. Все с другой ноги. Так. Сутанем. Лоб. Два. Другая нога. Пай. И житы. Раз. Два. Мах. Три. Четыре. Быстрее. Раз. Два. Три. Не топчись. Четыре. Точно на одной ноге вес тела. От макушки до пальцев. Раз. Одна линия. Два. Три. Не шатайся. Раз. Два. Три. Мах. Четыре. Назад. Раз. Руки растяни. Два. Три. Не переступать. Раз. Житы. Два. Стопы растяни. Три. Вперед закрыл. Е. Суданюза. Зажала плечи вниз. Плее. Раз. Два. Молодцы. Здесь. Смотрите. Здесь вы делаете мах. Сначала раскачиваетесь. Потом нога вылетает. Это ошибка. Я даже почувствовала, как мне самой так захотелось сделать. Сначала бедро выкусить. Потом мах. Вот это нет. Встаньте в первую позицию. Нажмите зад. Попробуйте вообще неподвижно сделать мах только ногой. Не двигая. Таз. Плечи. Опорная колена. И так далее. Да. Вот все на месте. Одна нога. Памс. Памс. Так. Другая. Памс. Памс. Прям зажимаем зад колени. Чувствуем. Да? Другая. Вот я уже чуть-чуть начала шататься. Так. Но при этом, смотрите, нога должна лететь выше. То есть первоначально вы делаете как же ты. А потом вы уже дожимаете мышцы. Да. Лучше. И нога не падает. Оп. Нет. То есть нога спокойная. Она через ботман. Дюс. Держи. Она опускается. Супер. А теперь идем махи на шагах. Потому что упражнение у нас махи на шагах. И раз. Поставили на пальчики. И раз. Поставили на пальчики. Это у нас будет ботман тандю. Да? Как мы на пальчики ставим. Идем на шагах. Приготовились. Первый позит. Дай. Пятая. Пятая. Начинаем. Открываем руки. Раз. Два. Кисти напряженные. Через ботман тандю. Маха. Раз. Зажми. Два. На пальчики поставили нож. Сдерживно. Не падает она. Три. Перешли. И другая нога. Раз. На пальчики. И раз. Не падает ножка. Раз. Два. Да. Супер. А теперь назад также. Раз. На пальчики. И раз. Два. И раз. Два. И раз. Два. Не опираясь на ногу. Молодцы. А теперь. Например. Мы можем проверить программу. Мы делаем вертолет. Раз. И не так мы плюхаемся на ногу. Да. А мы ставим ее на пальчик. Вытягиваемся. Наверх. И идем. Например. Равновесие. Фу и Т. Таким образом. Мы контролируем тело. И делаем движение слитно. Попробуем. Готово. Вертолет. И. Раз. Не опираясь на ногу. На пальчик. Никуда не ходим мы. Жду, жду, жду. Разворот к ноге. Так. И. Мах. Раз. И. Два. И. Три. Затянулись. Четыре. Да. Дальше. Вот у нас осталось пассе. И мы, например, делаем танцевальный шаг. То есть мы вытягиваем ножку. И пойдем танцевальный шаг. Сделаем. Слитно. Да. Не останавливаясь. Дальше выходим на поворот. Ж. Т. Раз. Поворот. Панше. И здесь нога займет. Она у нас вылетает через ж. Т. Которую мы с вами отработали только что. Раз. Затянули пальцы. Мах. Два. Ушли в поворот. Присели. Как мы садились на мебелье. На фонью. Вот он жим. Мы подготовили. Неправильно даже. Ты сделала вот так. Упала. Вот так. Ты туда сделала жим. Вот такой жим неправильный. Па-ба. Па-бам. Это неправильно. Присесть в переднюю ножку. И потом освободив ее. Сделать в мах. Ну, сейчас умнется. Сейчас правильно сделала. Видите? Вот эта вот грань. Она прям очень тонкая. Ты можешь либо устоять и скрутить немного. Либо сразу упасть. А теперь сделаем связочку. Значит, в конце фуэтея есть большая маленькая хитрость, чтобы не падать. Она идет из хореографии. Вы заканчиваете спиной. И дальше вы делаете вот такое движение. Фуэтея. Пятка внутрь. Посмотрите. Раз. И два. Видите? В конце. Памс. И вы уже можете шагать на нут. Не косолапив и не переступай. Да. Да. Правильно. Прекрасно. Так. Себя ножку. Правильно. Готовы? Поехали со мной. И. Раз. Хоп. Развернула ножку. И шагаю. Раз. Два. Три. Стоять. Вытянула. Сразу шаг танцевальный. Сразу без остановки. И. Раз. Выпад. Панше. Два. Мак. Через. ЖТ. ЖТ. Да. Здесь ЖТ. Как будто мы от пола отталкиваемся. Памс ногу назад. Заткни. ЖТ. Мак. Супер. Остановочка. Остановочка. Панше. Раз. Вытянули. Наверх. Два. Да. Ну и, например, волну в голову. Пошли. Да. И как мы идем в боковую волну? Да. Абсолютно правильно. Мы с панше не делаем выход. Ля. 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 Боковая волна. В таком случае. Мы с вами делаем панше остановочку. Ножку. На носок в сторону. Пятку в пол. Наклончик. Волна. И дальше мы можем развернуться. И пойти уже на прыжок. Да. На прыжок. Носок касается. Раз. И поза. Два. Это будет наша спина. Но все будет очень слипно. Проверьте. Споншер. На весе стоим. Раз. Арабеск. Ножка в сторону сразу. Подвернули, да? Пяточку. Низкосолапную ноги. Вот она была назад. Раз. Вот так. Не падая на нее. Волна. Два. И сзади нога. Носок прыжок. Три. Четыре. И поза. Все. Нога сзади. Либо сзади нога вперед в устойчивое положение. Либо вообще вы сделаете прыжок и разверт вниз. Как хотите. Но здесь суть в том, что хореография дает возможность вам оступаться на ногах, над полом. А не все время вот так ходить. Делать движение слитное. И за счет этого у вас музыка сокращается. То есть вот на это вы время не тратите. И вы все успеваете. Понимаете? Но важно не падать. Так что после вертолета можно упасть. И раз. Оп. Пойти на равновесие. Вот это уже все. Это уже грязь. А хореография это частота. Ну, подавайте еще разочек. И важно, чтобы я на выложу ногу, да? Перед тем, как шагнуть, в памц. Разверну. И. Раз. Ой. Два. Шагаем. Раз. Два. Три. Станцевальный шаг. И с танцевального шага. Выпад. Лежим. Мак. Остановочка. Памс. Волна. Не опираясь на пальцы. И раз. И сзади нога. Нас украсились. И. Поза. Да. Молодцы. Вот что дает нам хореография. Понимаете? То есть каждое движение казалось бы. Ну зачем мне это было? Мам-то я не хотела. Неужели мне вот это надо? На самом деле это просто основа. Основа вашего упражнения. Основа вашей чистоты. Основа, которая дает вам уверенность. И вы стоите на ногах. Просто. И более того, я вам скажу. Если вы будете делать очень правильно, качественно хореографию, у вас ноги станут красивыми. Вот у кого вот такие ноги, они просто там вот такими. У кого они пухлые, они с вами худыми. То есть хореография может изменить вашу фигуру в лучшую форму. И но при условии, что после каждого урока вы будете уходить с нее, и у вас будут болеть мышцы. Да? Вот от сегодняшнего занятия. Сделали два раза плее, и так ноги устали сильно, что мышцы трещат. Вот это будет правильно. И выполняя урок хореографии, если правильно вы делаете, то больно так же, как на растяжке. Только на растяжке ты давишь на суставы, а здесь ты работаешь над мышцами. И ваша задача прорабатывать прямо на 100%. Понятно? Хорошо. Давайте фрапе разберем. Фрапе – это удар. То есть удар по ноге. Ногой по ноге вперед. И раз, и раз. И в сторону, и в сторону, и назад. И ваша задача – бить по ноге. И раз, и два. Два вида ходит. Основное, когда пальцы вот так обволакивают ногу вот так. То есть пятка на ноге, пальцы уходят назад, выше пятки. И худопес сзади, где у вас птичка в стопе. Но не висит на полу, а высоко, чтобы мышца ноги напрягалась. И делается очень активное движение. Фрапе, на самом деле, я тоже обожаю, потому что здесь прямо резкость. И вы делаете, например, открываем ногу в сторону, из пятки. И раз, нога вылетела, зад зажат. Раз, фиксация основного худопья. Колено в сторону, вперед, два, сорок пять. Раз, два, раз, два, раз, два. В сторону, раз, два. То есть резко к себе, резко от себя. Колено не опускать. И три, и четыре. Да, назад так же. Колено в сторону. Раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. Раз, закрыли, два. Положение худопья, когда мы в сторону открываем, меняется. С основного на назад. А есть еще дубль. Что такое дубль? Когда у нас сзади худопья основное, открыли вперед. Основное, то есть перси нога в основном худопье закрывается. Еще раз повторю, основное это когда стопа на ноге вот так лежит. Сзади, это когда пятка касается ноги сзади. Пяточка. Да, колено вперед в сторону. Да. Итак, спереди основное. Переносим ногу худопье назад, открыли в сторону. Основное худопье назад, назад открыли. Сзади худопье основное в сторону. Сзади основное вперед. Вот это дубль. И если вы это делаете прямо быстро, это круто. Давайте попробуем. Начинаем фраку и открываем ногу в другую сторону. И. Раз. Руки в первой. Руки во второй. Нога вместе. Сзади, вылетает в сторону. Два. Поехали. И. И. Раз. И. Два. И. 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 Четыре. Другая нога. Раз. В сторону. И. Раз. И. Два. И. Три. И. Четыре. Раз. Два. Да. В идеале это такой темп быстрый. И от скорости ноги просто горят. Понимаете? И. Раз. И. Два. И. Назад. И. Вперед. Дальше. В сторону. В сторону. И. В сторону. И. В сторону. Назад. Один. Назад. И. Вперед. И. Назад. Давайте сделаем такую связку. И вы прям почувствуете прям контроль ног глазами. Только выжимать по полной и в точку. Не вниматься. Куда-то туда не знаете. Готовы? Раз. В сторону. Два. И. Вперед. Раз. И. Два. И. Назад. И. Вперед. В сторону. Раз. Два. И. Дубль. И. Взади. В сторону. Дубль. И. Назад. Назад. И. Дубль. Вперед. И. Назад. И. В сторону. В сторону. И. В сторону. И. Дубль. В сторону. Раз. Два. Устает опорная нога. Если вы стоите правильно. Если стоите неправильно, вы проседаете, проседаете, проседаете. Ничего хорошего. Поэтому здесь зажать, тут вытянуть, стоять высоко на бедре. Давайте другую ногу проработаем так же. Кто не успевает, не страшно. Кто сам делает, чуть медленнее. И. Раз. Два. И. 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 Два. И. Дубль. Назад. Дубль. Вперед. И. В сторону. И. В сторону. И. Дубль. В сторону. И. Дубль. В сторону. Назад. Назад. Дубль. Вперед. Дубль. Назад. В сторону. В сторону. Дубль. В сторону. В сторону. И. Закрыли. Панцы. Да, чем лучше вы умеете контролировать ноги, тем и руки одновременно в работе, да, тем вы лучше по гимнасту, потому что самое лучшее качество гимнастки это не растяжка даже, это контроль, контроль своего тела. Потому что когда вы умеете контролировать руки-ноги, класс, когда появляется предмет в руках, контроль ног уже уходит на второй план, потому что нам поймать надо. Стоп сразу на себя, элемент сразу в никуда. А нам нужно при работе с предметом ловкой еще и контролировать руки. Понимаете? И спин, и руки, и голову, и эмоции, и красоту, и скорость. Вот это уже раздает у нас супер профессиональный гимнаст. Но начинать с медленного темпа. Если вы не работаете медленно, то, соответственно, у вас не получится и быстро. Или получится быстро, но неправильно. Тоже плохо. Заучиться неправильно, потом переучивать будет очень даже непросто. Окей? Ну что, дорогие мои, насколько был полезен вам наш прямой эфир, напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Будет очень ценно. И до встречи с вами на следующем прямом эфире. Делайте хореографию, обращайте на нее особое внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok